В России ужесточат контроль за деятельностью коллекторских агентств. Выбивать долги смогут лишь те, кто получит лицензию. Для этого будет создан единый госреестр коллекторов. Подробнее об этой и других законодательных инициативах смотрите в обзорном материале программы. В России создадут госреестр коллекторов. Компании, которые не попадут в этот перечень, не смогут работать на рынке взыскания долгов граждан и фирм. Соответствующий законопроект готовит Минэкономразвитие. Согласно нему, компании, работающие на рынке взыскания долгов, должны будут соответствовать ряду квалификационных требований. В частности, иметь уставной капитал не менее 3 миллионов рублей. Госреестр может появиться уже в конце 2015-го, начале 2016-го года. В дальнейшем планируется усиление административной ответственности за неправомерные методы взыскания долгов с россиян. Деятельность коллекторов, которые в реестр не войдут, окажется вне закона. По мнению Совета безопасности, наличие серых схем взыскания долгов угрожает национальной безопасности государства. Нарушения правил переезда железнодорожных путей могут приравнять к езде в состоянии алкогольного опьянения. С предложением изменить соответствующую статью административного кодекса выступили представители РЖД. Речь идет о случаях, когда машина не останавливается перед запрещающим сигналом светофора. Штраф за подобные нарушения уже увеличивали до 1000 рублей в прошлом году. Теперь его хотят уравнять с пересечением двойной сплошной – 5000 рублей, или ездой в нетрезвом виде – 30 тысяч рублей. О сроках возможного рассмотрения подобной законодательной инициативы в Госдуме пока не сообщается. В школьной программе физкультуры могут добавиться новые виды спорта, такие как фигурное катание, легкая атлетика и мини-настольный теннис. Экспертный совет Миноборнауки России по совершенствованию системы физического воспитания в образовательных учреждениях уже рассмотрел новые доработанные и опробированные программы. Они были одобрены и направлены в регионы в качестве методических рекомендаций для использования в процессе обучения. При разработке этих программ использовали лучший опыт Всероссийских спортивных федераций, а к участию в этой работе привлекли знаменитых российских спортсменов. Так, например, уже не первый год большой популярностью в школах пользуется авторская программа президента Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Субтитры создавал DimaTorzok